25 педаголов из разных образовательных учреждений округа стали победителями и призерами конкурсов педагогического мастерства этого учебного года. Торжественное награждение прошло в Управлении образования Сергиево-Посадского округа. Преподавателей поздравили заместитель главы Сергиево-Посадского округа, начальник управления образованием Ольга Дудрева и председатель окружного совета депутатов Рита Тихомирова. Мы всегда опираемся на вас. Не только то, что вы делаете свой подвиг нравственный, духовный на работе, вы еще вовне классное время, свое вне рабочее. Вы даете все свое сердце и всю свою душу. И то, с чем мы обращаемся к вам с просьбами, в поддержке властей, в поддержке стабилизации в обществе, вы всегда на передовой. Это такой наш с вами общий фронт. И я хочу сказать вам за это огромное спасибо. Потому что от вашего настроения, дорогие друзья, зависит вообще все. Поэтому низкий подлог. Я хочу поблагодарить каждого, каждого. Ольга Статина, я хочу подчеркнуть вас лично и всю вашу команду. Сергиево-Посадские преподаватели показали высокие результаты на конкурсах «Педагог года» в номинациях «Воспитатель года» и «Учитель года», «Педагогический дебют» и «За нравственный подвиг учителя». Помимо грамот, все призеры и победители были награждены именной премией главы Сергиево-Посадского округа. От вас идет положительная энергия в том, что вы все выбрали свою профессию по призванию. Что вы не просто так ходите на работу, а вы исполняете свой гражданский долг. Учить, учиться, быть всегда впереди и иметь свою активную гражданскую позицию. Конкурсы педагогического мастерства – отличная возможность для любого преподавателя показать нестандартное мышление и привнести в учебный процесс что-то новое. Например, Светлана Щелкунова, учитель русского языка и литературы средней школы номер один, стала победителем муниципального этапа конкурса «За нравственный подвиг учителя». Она разработала учебно-методическое пособие по изучению произведений русских писателей в контексте евангельских сюжетов и притч. Это был достаточно трудоемкий проект. Над ним я работала несколько лет. И я очень рада, что мне удалось воплотить это в учебное методическое пособие. Вероятно, оно будет помощью учителям, преподающим литературу и сталкивающимся именно с такими произведениями, которые необходимо изучать в контексте евангельских сюжетов. Приятным подарком для всех гостей торжественной церемонии стало выступление дошколят. Мария Ревека, Вячеслав Шумов, ТВР24